Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Водительские удостоверения могут снова измениться Власти хотят оснастить их микрочипами, содержащими информацию, в том числе биометрическую, о владельце, а также его цифровую подпись Насколько это увеличит стоимость документа, пока не сообщается Сейчас соответствующая госпошлина 2000 рублей Кроме того, рассматривается возможность внедрения электронных прав по аналогии с электронным ОСАГО Трасса 101 В России почти на треть выросло число ДТП с погибшими в результате выезда транспортного средства на встречную полосу, сообщает издание Автоньюз При этом каждый пятый, оказавшийся на встречке водитель, был пьян, а каждый четвертый не имел прав В целом за 7 месяцев этого года на дорогах страны произошло почти 87 тысяч аварий, в них погибли 9332 человека Трасса 101 Ford Focus остается в России самой покупаемой иномаркой с пробегом На втором и третьем местах информируют агентство Автостад, Toyota Corolla и Hyundai Solaris соответственно Также в пятерке лидеров Toyota Camry и Renault Logan По сравнению с первой половиной прошлого года в первом полугодии 2017-го спрос на поддержанное авто подрос почти на 3% Через 10 лет беспилотные автомобили окажутся доступны практически любому россиянину Такой прогноз сделал экс-министр транспорта, ныне помощник президента страны Игорь Левитин По его словам, к концу 20-х годов 21-го века ценник машины с автопилотом будет находиться на уровне 3-5 тысяч долларов От 180 до 300 тысяч рублей по нынешнему курсу Вдобавок, заявил Левитин, в скором времени электромобили у нас вытеснят авто с двигателем внутреннего сгорания Всеобщий немецкий автомобильный клуб, крупнейшее в Европе объединение автолюбителей Оценил новую гордость российского автопрома Lado Vesta Машина вызвала у бюргеров больше нареканий, чем положительных отзывов Из первых, плохое качество материалов отделки салона, недостаточное число систем безопасности, слабый двигатель, устаревшие тормоза барабанного типа, задние и так далее Среди плюсов, вместительный багажник и небольшие расходы на обслуживание В общем, по мнению жителей Германии, Vesta тянет на твердую троечку На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова